В Министерстве физической культуры и спорта Республики Дагестан прошло совещание при участии председателя правительства Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. Как отметил премьер, республика с давних времён является родиной знаменитых бойцов, поэтому в ней должно уделяться особое внимание развитию физической культуры и популяризации в обществе здорового образа жизни. Система Атминский занимается физической культурой и спортом более полтора миллиона человек в возрасте от 3 до 79 лет. В спортивных секциях начинали свой путь к вершинам мастерства дагестанской атлетии, победителей крупнейших, мировых первенств, университет, олимпийских игр. В своём выступлении глава Кабмина особо выделил значение деятельности Минспорта в условиях санкции, давления и попыток со стороны Украины затуманить разум российской молодёжи. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов подчеркнул, что власть должна достойно поддерживать профессиональных спортсменов, а в детях воспитывать чувство патриотизма. Мы должны работать во благо республики, во благо нашего народа. Действительно, при этом направлении деятельности Минспорта остаётся была модерно-техническая база физической культуры и спорта республики, развитие массового спорта, развитие спорта высших достижений. Несмотря на все сложности, дагестанские спортсмены в этом году завоевали на международных соревнованиях 1974 медали, из которых 617 золотых, 553 серебряных и 804 бронзовых. Кроме того, боец смешанного стиля ММА Ислам Махачев стал чемпионом UFC, а Усман Нурмагомедов – победителем Всемирной организации «Балатор». По словам участников встречи, такие достижения обязывают властей уделять спорту приоритетное внимание. Вы знаете, как у нас растут, например, объекты спорта. Ежегодно мы строим более 30 объектов спорта. Это очень большое, большое строительство, ребята. Одних только футбольных полей за последние 24 года мы построим более 100 футбольных полей за год. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в республике было построено и введено в эксплуатацию 32 спортивных объекта. Однако Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что все еще требуют развития такие виды спорта, как плавание, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол и легкая атлетика. Помимо этого, одним из важных направлений в 2023 году будет реализация четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола. Оно было заключено между Министерством спорта Российской Федерации и Республикой Дагестан, Общественной общероссийской организацией Российский футбольный союз и Дагестанской региональной организацией Федерации футбола. В его рамках будет проходить строительство и ремонт полей и стадионов, подготовка тренеров, а также участие команд республики в соревнованиях высшего уровня. Анастасия Сидоренко, Амарбек Газиев. Новости, телеканал Среда.